Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать в Кристалленд. Сегодня мы с вами поговорим о некоторых слухах по Мстителям 4. На самом деле я не люблю делать такие видео, потому что, сейчас объясню вам поконкретнее почему, потому что на самом деле видосов по теориям и так далее появляется все больше и больше. Перед выходом Войны Бесконечности было огромное количество теорий. В общем, в последние два года вот эта тенденция по теориям очень сильно возросла и каждую неделю мы просто можем посмотреть сотни видосов по теориям, там по Мстителям 4, по Капитану Марвел, по Человеку-Пауку, но на самом деле от этого толка совсем мало. Мы наоборот себе забиваем голову отнюдь лишним, вот поверьте мне, множество лишней информации там рассказывают блогеры и так далее. Вот я уверен, что вы все смотрите эти видосы, я их сам частенько смотрю, потому что там бывают интересные мысли, но на самом деле это очень плохо то, что мы смотрим эти видосы, потому что, как я уже сказал, мы забиваем голову не тем, чем нужно, нужно спокойно ждать фильм. Я уже делал как-то, как-то уже упоминал это в каком-то из своих видосов насчет того, что нужно спокойно ждать, спокойно, умеренно, без паники какой-либо и не накручивать себе в голове какие-то сюжетные повороты, сюжетную линию, потому что чем меньше мы знаем перед походом в кино, тем нам интереснее вот в кино. Потому что перед Войной Бесконечности я столько видосов тоже просмотрел по теориям, по различным слухам и просто ни один блогер не угадал, не попал в точку, какая же будет Война Бесконечности. Но какие-то моменты все же блогеры угадывали и, допустим, кто-нибудь выпустит 100 видосов там по теориям по Войне Бесконечности и потом, когда одна из этих теорий хотя бы немножко оправдывается в фильме, они начинают говорить в своих видео, что вот, я говорил, я говорил, но на самом деле перебрать все варианты могу и я на своем канале и потом сказать вам, вот, я говорил, что будет так-то, что там, я не знаю, что Капитан Марвел там победит Таноса в конце, в общем, что-то в этом роде. Вот, так что я вас призываю к тому, чтобы вы смотрели меньше таких видосов по теориям, потому что, как я уже сказал, это загружает наше ожидание перед каким-то фильмом, а в нашем случае перед Мстителем 4, но я решил сделать это видео по той причине, то, что мне показалось эта тема очень интересной и я верю в этот слух по поводу похорон, по поводу самого крутого камео Стэна Ли, по поводу того, что он будет произносить речь на похоронах персонажа, который умрет в Мстителе 4. В общем, давайте обсудим с вами, кто это может быть и верю ли я в этот слух, ну, как я уже сказал, я верю и я объясню почему. В общем, не буду тянуть, погнали. Итак, на самом деле, кандидатов на смерть, на похороны, кто же будет этим самым умершим персонажем, погибшим, их немного, но я думаю, самые очевидные мы разберем, это, конечно же, Капитан Америка и Тони Старк Железный Человек. Почему они? Ну, это очевидно, они очень долго в киновселенной Марвел, но Крис Эванс говорил о своем уходе, писал в Твиттере трогательные речи, говорил спасибо всем фанатам и так далее, а Роберт Дауни-младший молчит, и о его будущем ничего не известно. Его график по съемкам в кино на самом деле не такой уж и забитый, но, возможно, Марвел скрывают нам Железного Человека 4, допустим, какие-то еще проекты в Марвел, где снимется Роберт Дауни-младший, но на данный момент у него запланировано вообще мизерное количество проектов, он уже снялся в Доктор Дулиттл, по-моему, и также он снялся, ой, не снялся, а совсем скоро снимется в Шерлоке Холмсе 3. То есть это все, что известно о ролях Роберта Дауни-младшего, и это сподвигает нас на мысль, что Роберт Дауни-младший останется в киновселенной, может быть, не еще на 10 лет, может быть, на 2 года, может быть, на год, может быть, на 3 года, может быть, он будет появляться в камео, и не факт, что он погибнет во Мстителях 4. А вот у Криса Эванса, на самом деле, намного больше шансов. Во-первых, потому что сам актер заявлял, что устал от этой роли Капитана Америки, но лично я вообще не понимаю, как можно устать от роли супергероев кино, когда у тебя просто миллионы, может быть, даже уже миллиард фанатов по всему миру, твои фильмы смотрят, у тебя три сольника. Я, вот, я не понимаю, как можно уставать от таких ролей, но это дело Криса Эванса, и он, как бы, нам намекает на то, что он уйдет из киновселенной, а как он уйдет, мы не знаем, потому что есть слух о счастливой концовке Капитана Америки. То есть, ходит слух, что он каким-то образом останется в прошлом с Пегги Картер, такие слухи тоже ходят, они, конечно, немного безумные, но почему бы и нет, почему бы Капитану Америки не сделать счастливый конец, потому что, действительно, его персонаж этого заслужил, у него вся жизнь состоит из каких-то проблем, он все время, в общем-то, не был счастлив, вот, у него из Баки были всегда проблемы, вот, и с Пегги у него никак не сложилось, потому что он заморозился, блин, на почти век, вот. Так что, я считаю, что Крис Эванс, его персонаж заслужили счастливый конец, так что вероятность того, что он умрет, тоже есть, но тут, на самом деле, тоже 50 на 50, потому что непонятно. Итак, идем дальше. Я, на самом деле, еще в этот список включу Чёрную Вдову, потому что, на самом деле, мы понимаем, что Соник Чёрной Вдовы будет происходить в прошлом, и это никак не спасает и никак не гарантирует то, что Скарлетт Йоханссон останется в киносианной Марвел. Возможно, у нее заканчивается контракт, и она действительно погибнет во Психе 4. Также, недавно я прочитал слуху в интернете, то, что Халк обезумит настолько сильно во Психе 4, после того, как Чёрную Вдову убьют во Психе 4. То есть, даже такие слухи идут, но, опять же, будем опираться только на Капитана Америки, на Роберта Дауни-младшего, потому что именно они главные претенденты на смерть. Во Психе 4, мне кажется, это очевидно. И все фанаты думают, что это либо будет Тони Старк, либо Стив Роджерс. У меня к вам просьба, напишите, пожалуйста, в комментарии ваш вариант погибшего персонажа, потому что, как сказано в этом слухе, инсайдер говорит, что именно будет один погибший персонаж, и, то есть, будут хранить именно одного персонажа. Так что напишите в комментарии свои предположения, и можете их объяснить. Я, в принципе, не против, я все прочитаю, все с вами обсуждаю обязательно, так что переходите в комментарии и обязательно пишите свою версию своего персонажа. Возможно, это будет какой-то мега-неординарный персонаж, о котором даже никто не задумывался. В общем, обязательно пишите. Конечно же, идти речи о Черной Пантере, там, Человеке-пауке, Докторе Стрэнджа, там, я не знаю, даже Алые Ведьмы, потому что, на самом деле, это не раскрытый до конца персонаж, а вот Тони Старка, Стива Роджерса, ту же Черную Вдову, ну, Халка не раскрыли до конца, но вот Черную Вдову, Тони Старка и Капитан Америка раскрылись вполне, вполне, и тем более сольник еще Черной Вдовы, и нам раскроют ее вообще на 100%, так что Наташа Романов может попадать под этот список претендентов на смерть. На самом деле, может быть и такой расклад. Тони Старк не погибнет, Стив Роджерс останется в прошлом с Пегги Картер, а Наташа Романов погибнет, и, в общем-то, именно она будет тем самым персонажем. Итак, вот такие у меня мысли по поводу погибшего персонажа, я больше склоняюсь, скорее всего, к Капитану Америки. Вот мне так кажется, но я могу ошибаться, может быть, это и Наташа Романов. Опять же, пишите в комментариях, я обязательно все прочитаю, мне, правда, интересны ваши мысли. Итак, с этим немножко разобрались, я вам рассказал то, что хотел рассказать по поводу погибшего персонажа. Давайте поговорим о Стэнни Ли, о великом легендарном Стэнни Ли, который, к сожалению, ушел от нас в прошлом году, и в грядущих фильмах Марвел обязательно почтят его память, говорят уже, что будет даже отдельная сцена крутая в Капитан Марвел, где почтят память Стэнни Ли. И, конечно же, камео Стэнни Ли в Амститлих 4 должно быть супер грандиозным, самым крутым и самым величайшим из всех, потому что, на самом деле, практически все камео Стэнни Ли, кроме Стражей Галактики 2, они незначительные, где-то он был курьером, где-то он играл в казино, то есть они нанесли в себе какого-то глобального смысла, это просто приятное появление человека, который придумал большинство самых крутых персонажей Марвел. В общем-то, как-то так позиционировали Стэнни Ли, но со временем камео Стэнни Ли стали традицией, стали трендом у фанатов Марвел и у самой киностудии, поэтому я думаю, что такое камео Стэнни Ли, такое крутое, такое, знаете, масштабное, самое масштабное из всех, очень даже, вероятно, в Амститлих 4, потому что, как я уже сказал, все остальные предыдущие камео были совсем неприметны, в общем, с какими-то фразочками, такими, знаете, как сказать, легкими, а сейчас будет целая речь, и это было бы просто офигенно, мне кажется, все бы всплакнули в кинотеатрах, вот лично я бы точно всплакнул, потому что это было бы, ну, просто мега драматично и мега круто. В общем, будем ждать фильмы, посмотрим, что нас там ждет, драма, супер эпик, это, конечно же, все будет, а концовка, я думаю, вообще порвет кинотеатр, и, как я уже сказал, по-любому ни один блогер не угадает концовку фильма, и чем все же закончится Амститли 4. В общем, вот такое вот видео у меня получилось, вы, опять же, обязательно пишите свое мнение в комментариях, я обязательно все прочитаю, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Инстаграм, все ссылки в описании, переходите, смотрите, и, конечно же, подписывайтесь на канал, и не пропускайте новые видосы. Совсем скоро я выпущу видос по Капитану Марвел, я там готовлю маленькое видео перед выходом фильма, в общем, опять же, тоже ждите, прижимайте колокольчик, чтобы не пропустить. Всем большое спасибо, возвращайтесь в Кристиан Ленд, я вас здесь всегда жду. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok